Здравствуйте, походим к столу, проходим. Сегодня дегустация, да. Потрясающий эксперимент, будем проводить статистику. Все же уверены, что смогут отличить колу от пепси, но нет. Мир, ты отличишь колу от пепси? Отличу, отличу. Ты уверен? Я не знаю, что он экспериментировал полвечера колу от пепси. На 10 долларов спорим? Отличу ли я колу? Да, колу от... Это с тобой вообще колу взял. Короче, эксперимент, да, проходит, пытаемся отличить, будем пытаться отличить колу от пепси. В прозрачных стаканчиках у нас зайчик, в желтых стаканчиках у нас дельфинчик. Вот наша аудитория, аудитория 108. Наташа, дай интервью небольшое. Мы пытаемся отличить колу от пепси. Ты сможешь отличить колу от пепси? Так, подозреваю, что колу будет более сладкой по сравнению с пепси. Кока-кола сладкая по сравнению с пепси? Да, мне кажется, она слаще. Это ни в коем случае, пепси слаще. Все, уже первые разногласия пошли. Приветствую. Так, подожди, я пытаюсь всех снять входящих. Так. Леня, Диман, все, хоп, все. Расскажи о результатах эксперимента. Желтый, привет, желтый был вкуснее. Желтый был вкуснее. А как ты думаешь, что в желтом стакане? Кола. Кто? Кола. Хлор? Кола. А, кола. Я топлю за пепси. Опять же, я напоминаю. Сегодня у нас проходит очень важный эксперимент. Значит, мы сравниваем кока-колу и пепси. Способен ли взрослый, адекватный человек? Ну, ты это уже загнул, конечно, взрослый, адекватный человек. Попытся угадать. Пепси и трекол. У нас есть такая специальная анкета. Пытаемся ее снять. Здесь есть ряд вопросов. Так, давай заснимем. Кола и пепси замаскированы под эльфиной зайца. И никто не знает, что это из чего. У нас есть такая памятка для учащихся. Тут мини-интервью. Какой был выбор сделан и почему. Ощущается, нравится во вкусе. И все про эту историю. Так. Посмотрим, какой же будет результат. Снова для отличить людей. Посмотрим, это будет видно. Хотя все, большинство говорят, что естественно смогут. Давайте я попробую. Давай. Так, белый стакан. Это у нас кролик. Это кролик. Ты пьешь как будто с виски. Он реально. Чувствуется нехватка виски. Сразу резко, да? Или рома, непонятно. На мой взгляд, белый стакан явно пепси. Явно пепси. По каким параметрам ты это определил? Она чуть менее сладкая. Пепси более сладкая. Коля газированная и имеет бриттерный вкус химоты. Химоты, так. Ну, кола-то у нас натуральная, понятно. Самый нас детство. Кола-то у нас натуральная. Не, ну кола это... Ну, это возможно кола. Аромат свежего, никого и воды. На самом деле не хватает сникерса, чтобы, знаете, как в 90-е. Кола и сникерсона. Спасибо детству за мой целлюлит. Явно кола. Явно кола. Желтый стакан. Третий человек, которого я снимаю, говорит, что в желтом стакане кола. Так, мир за белый. В белом стакане Мирослав кола, да? Да. В желтом пепси. Какой напиток больше понравился-то в итоге? Да, они одинаковые. В белом стакане кола. Да. Вот уже другие результаты пошли. В белом... Да, в белом... Да, но я и говорю, это второе. Это уже тенденция намечается, как бы. Вот. В пепси есть неприятный привкус. В желтом пепси. Так, в белом кола. У пепси есть неприятный привкус. Привкус чего? Если не секрет. Знаешь, есть такой заменитель сахара, вот когда его добавляешь, так... А в коле привкуса нет. Да, да, да. Ты считаешь, что в коле сахар натуральный, естественно, тростниковый. Или свекольный, может быть, даже. А, причем, свекольный сахар жмут вручную в коле. Жмут вручную. Такие красивые девчонки. Гурии просто из рая, там, ногами его топчут. Так, Олег, давай, скажи свое мнение. Ну, мне кажется, желтый послаще и Кока-Кола. Так, желтый послаще, желтый стакан Кока-Кола. В белом стакане, по-твоему, пепси? По-моему, да. Не хлор? Нет. Хлора нету, отлично. Это послаще, но, на самом деле, по-моему, одно и то же. Кола, короче, он говорит послаще. Это третий вариант. Да. Давай скажем так. Тебе какой вкуснее? То, что он считает колой, послаще. Да, то, что он считает колой, послаще. Какой тебе вкуснее? Какой больше понравился? Да, все равно. Все равно, да? Все равно. То есть, ты абсолютно нейтрален? Вообще, в жизни потребляешь много колой и пепси? Практически нет. Практически не пьешь ее, да? Ну, если пива нет, приходится пить. Вот так вот, небольшой заменитель пива, понятно. Кролик, кола, дельфин, пепси. Да, потому что это показалось мне слаще, чем... И вкуснее, чем... Кролик слаще, кола слаще, то есть, чем пепси. Да, я вам анкету. Какой вкуснее, кола вкуснее? Вкуснее, да. То, что он считает колой. Что же все... То, что он считает колой. Кролик – это белый стакан. Дельфин – это желтый стакан. Так, в желтом кола. В белом пепси. Какой вкуснее? Сложится. Ну, ты уж попробуй как-то там. Что больше нравится? Вот здесь вкус поинтереснее, а здесь постаще. Да, здесь прям сахар, сахар. А здесь что-то... С нотками ванили как-то. Ну что? Надо пузырики выпустить. Выпускает пузырики. Малыш выпускает пузырики. Я надеюсь, только из напитка. Давайте, это эксперимент. Посерьезнее. Здесь. Мало? Надо сравнить. Надо пузырики выпустить. Ты родниковую воду почувствуй, там, аромат свежей родниковой воды. Я вот был секунду назад уверен, и вот послевкусие сбило меня. Нет, белый пепси, желтый кола. Пробуем, молча заполняем, сдаем. Если вы это обсуждаете, то в какой-то момент в рамках групповой динамики... Появляется... Да, да, да. У вас в рамках будет полное искажение. Единственное, на чем сошлись все, что не хватает виски. Когда мы увидим результаты, Денис? Где что было, мы узнаем в начале второй пары. Так. Результаты групповые мы узнаем на следующей лекции во втором. Хорошо, хорошо. Какой ажиотаж вызвал этот простой эксперимент, отличить колу от пепси? Взрослые люди налетают на стаканчики, пытаются отличить, что же в стакане. Причем все в прошлый раз говорили, что не вопрос. Мы, естественно, отличим колу от пепси одним глотком. Ну что же, что же, какой мне? Денис, а вы вообще попробовали сами поучаствующим экспериментам? Я читером, получается, буду, потому что я же разливал, и я знаю, где что находится. Кирилл, ну вы как главный вообще, скажите, что вы чувствуете сейчас? Я чувствую. Вы можете передать привет маме, папе? Я уже чувствую изжогу. Изжогу, так. Чувствую, видимо, где-то все было вложено. Чувствую родниковой воды там не было. Отеченная такая водопроводная вот эта, промышленный метод. Вот это, да, отлично. Ну что вы чувствуете? Вы смогли отличить колу от пепси, как вы считаете? Уверен, что да. Я считаю, что я прав. И как бы мнение мое железное, как говорит Дмитрий Медведев, вылета в границе. А товарищ преподаватель у нас поучаствует? Нет. Ну вот. Без виски не пойдет. Ну что у вас, какое мнение? Ты угадал? Желтый слаще. Желтый слаще. Белый, более приторный. Для меня белый слаще. Почувствовали в желтом родниковую воду? С горы Эверест. А хлор? А хлор в белом. Кстати, кто еще хочет поучаствовать, милости просим. Осталось много колы и пепси. Высшая школа экономики на Пушкинской. Бесплатно наливают колу и пепси, как минимум. Еще раз повторю, пытались отличить колу от пепси слепую. Мы с тобой проиграли. Он не может насладиться от родниковой водой. Эти витамины эти, эти, эти витамины. Это витамины. Это витамины. Слушайте, сейчас чувствуешь, у тебя организм прямо, я чувствую, плечи растут, бит суха. Вот, она крепнет. Все, да. Тоже попью. Любимый кола. Он пробует это как хорошее 30-летнее вино. Уже сомнение есть. Вы забыли поболтать и почувствовать аромат. Вот это вот. Пузырьки главное. Пузырьки, пузырьки. Главное только из бокала, напоминаю вам. Выпускает, так и нам надо выпустить пузырьки. Все сладкое, я это не пью. Карамельные нотки, давай. Виталий, группа BFM2. Хочу отметить, что напиток, который находится в желтом стаканчике с дельфинчиком, имеет характерные карамельные нотки. Судя по послевкусу, я могу сделать вывод, что это, скорее всего, Пепси-Кола. Купаж Пепси-Кола. Да, Купаж Пепси-Кола. А тут менее яркий вкус у зайчика, но более пикантный. Я сделаю вывод, что это Кока-Кола. С субъективной точки зрения, что показалось, вкуснее. То и то мне нравится по-своему. Скажи мне о своей методике прокачивания мышц. Да они сами растут как-то. Сами растут, да? То есть я с утра встаю просто, иду в душ, потом кушаю, ложусь спать. Ну и они сами растут, все, все само, конечно. Все отлично. Все, эксперимент подходит. Все, эксперимент подходит к концу, начинается лекция. Я напомню, что вот в этой части стола стояли желтые стаканчики, и это были дельфины. В этой части стола стояли белые стаканчики, и это были кролики. Надеюсь, что за полтора часа никто не забыл, какой выбор он сделал, особенно те, кто вначале приходили. Я хочу, чтобы подняли руки те, кто считает, что в желтых стаканчиках с дельфинчиками была Кока-Кола. Хорошо, а давайте теперь поднимем, кто считает, что Кока-Кола была в белых стаканчиках с кроликами-зайчиками. Вися, вися. Я говорю, ну и ели. Ну а теперь узнаем, что было на самом деле. Да. Если вы сейчас скажете, что одинаковые были, то просто будет война. На самом деле везде балафан, да? Я так и знал. Кока-Кола это был кролик, а дельфин Кепси. Да, ну очевидно. То, что угадал сейчас, говорит очевидно. Я хочу обратить внимание, что это было не менее очевидно для тех, кто и не угадал, а потом будет, как я и говорил, даже сейчас видно, примерно 50 на 50 будет, да? У меня общая выборка за много выборов 50 на 50, то скорее всего это говорит, ну и скорее всего точно будет о том, что, к сожалению, это не так очевидно. А это говорит в том числе, если брать социологию, о том, что то, что вы угадали, то, что вы считаете, да, это может быть ровно такой же угадалькой. То есть ваш выбор очевидный, и вы едете в ура. Вы разрушили просто все, вы жизнь просто разрушила. А за коротень, все иллюзия. Жизнь иллюзия, жизнь другой больше не будет, я вам сразу говорю. То есть еще вопрос, что люди, которые спрятали, что им показался вкуснее напиток, который они раньше не любили, изменят ли они вкусовые преподаватели? Нет, конечно, это тоже редко бывает. Как мне направить, вот, смотри, а она все сюда, а как мне... Руку держи опусти. Нет, а шоп на право. А ты джойстик на право. Ааааа! Ааааааааааа...